Всем привет! Вы на канале Риша Майкап. Я Риша Крылова, ваш проводник в мир красоты и простых носибельных макияжей. В этом выпуске я расскажу вам, как сделать естественный дневной макияж, освежающий, простой, быстрый, но стойкий, чтобы не было видно никакой косметики, но при этом он хорошо выглядел в течение всего рабочего дня. Идеальный вариант для тех, кто не любит краситься, у кого мало времени, чтобы собраться и кто хочет быть свежим, отдохнувшим персиком. Посмотрите, как всего за 5-7 минут минимум продуктов из этого замученного человека сделать свежий и сияющий образ. Ну что, давайте начнем макияж. Его, кстати, выполнила минимум продуктов. Он максимально простой и справится с ним даже начинающим. Нам важно летом, что? Не перегрузить кожу увлажнением. Поэтому отдавайте предпочтение либо легким кремам, либо эмульсиям. Они отлично увлажняют и не перегружают кожу, не оставляют липкости и жирности. Я использовала легкую эмульсию от бренда Шик. Один из моих личных фаворитов этого лета – это спрей от бренда Crystal Minerals. Называется Fresh & Fix. Чем он мне нравится? Его можно использовать как до, так и после макияжа. Что важно, тут в составе нет никаких спиртовых компонентов, поэтому он не стягивает кожу. В составе есть экстракт ромашки и зеленого чая. И поэтому он отлично увлажняет, питает кожу, обладает противовоспалительным эффектом и успокаивающим. Перед применением обязательно хорошенько его встряхните, чтобы все компоненты перемешались. И дальше вы распыляете либо на чистую кожу, либо поверх своего увлажнения на расстоянии 20-30 см легкой вуальной дымкой. Важно дать ему впитаться, а дальше уже перейти к дальнейшим этапам макияжа. Много вопросов, как и когда нужно использовать SPF. SPF мы используем, когда ОФ-индекс выше тройки. Тогда нам нужно обязательно кожу от солнца защищать и не забывать обновлять SPF, если тут химический фильтр каждые 2 часа. Если вы планируете использовать SPF, то вы сначала наносите увлажнение, затем вы уже наносите SPF за 20-25 минут до выхода на солнце. Именно столько времени нужно, чтобы он начал действовать. А уже потом вы можете сверху нанести Fix & Fresh Spray. Ну и помним про правила двух пальцев. Не экономим. Если вы хотите, чтобы SPF действительно работало, то нужно нанести 2 длинные колбаски. Это бренд Ultra Seuticals SPF 30 для жирной кожи идеален, потому что он матирует. Тоже в разряд моих фаворитов этого сезона. Также не забываем про губы. Если вы находитесь на солнце, используйте бальзамы с SPF. Это бренд HEMS и тут у нас экстракт канапли, неожиданно в составе, и SPF 15. Следующий продукт это тональный флюид Estee Lauder Double Wear Sheer с SPF 20. Когда мы летом используем тональные средства, нам что с вами важно? Чтобы тон был незаметный, тонкий, чтобы мы его не ощущали на коже, при этом выравнивание, если оно необходимо. Так вот, как раз таки линейка Double Wear это линейка устойчивых тонов. Благодаря текстуре флюида, легкой каплики на водной основе, он равномерно носится, распределяется и руками, и спонжем, если вы хотите большую степень перекрытия. При этом он отлично фиксируется и прекрасно держится в течение всего дня. Абсолютно невидим и не ощутим на коже. Идеальный вариант для тех, как комби и склонная к жирности кожа. Брови я оформила, как всегда, своим любимым карандашом Vivienne Sabo, но даже не стала вам его показывать, потому что вы уже это и так выучили, как мантру. А вот продукт, который я вам еще не показывала, но который смело можно отнести к фаворитам вне времени сезона, это CCI от бренда Airborian. Чем он хорош? Он, как и BB крем, подстраивается и адаптируется под оттенок вашей кожи. Если у вас кожа сухая, тонкая, возрастная, если любой консилер на планете подчеркивает сухость морщинки, то именно он вам нужен. Потому что, как бы вы его не нанесли, левой пяткой, правой ноги он распределится равномерно и абсолютно незаметно. При этом есть особенность, как и любой тонкий продукт, он не будет сильно перекрывать нюансный цвет, но взгляд заметно освежит. Мои грязные малышки, которые хочу вам показать. Это новая коллекция кистей Manly Pro. Мне, на правду, очень понравилось. Они классные по форме. Тут очень мягкий ворс, короткие ручки, которые удобно носить с собой. Они, кстати, еще даже пахнут деревом. Именно кистью из этой коллекции я наносила продукты для лица. Роскошь, за которой я гонялась, мне кажется, больше, чем полгода, если не год. Это лимитированная коллекция бренда Hourglass. Мне ее привезли из Парижа в подарок. Чем уникальна эта палетка? Как и любые другие продукты Hourglass, они запеченные, шлифующие, светоотражающие. Тут есть две сияющие пудры, два хайлайтера поделикатнее и поинтенсивнее, и два оттенка румян. И они невероятно красиво заполировывают вашу кожу. Сначала я зафиксировала тонко-тональное средство, используя именно пудру, нанесла вуально легкими шлифующими движениями, и тем самым я и продлила стойкость моего макияжа, и добавила коже блеска и холености. Появляется красивое светоотражение. Кожа словно в фотошоп. Кистью поменьше, более приплюснутой по форме, я наношу румяна. Румяна наношу в лифтинг технике. Обратите внимание, я наношу румяна на объем щечки и делаю оттушевочные шлифующие движения наверх под 45 градусов. Если вы делаете моделирование румяна, как, например, в данном случае я, я не использую ни скульптор, ни бронзер, я начинаю их заводить еще и в височную зону, как будто бы рисую буковку S. Также румяна мы добавляем в складку века для гармонии. Можно немножко нанести на боковые поверхности лба. И если вы хотите такой baby face эффект, то немножко можно нанести и на носик. Я знаю, что очень многие сталкиваются с проблемой скульптурирования. Для вас скульпторы бронзера это слишком сложно и долго. И если вы делаете макияж за 5 минут, вы можете пропустить этот этап и сделать скульптурирование именно румяными, как я сейчас показала. Риш, ну может хватит? Нет, я хочу отполировать себя полностью. Буду как собачка в переходе на площади революции. Этой же кистью, другой стороной, я наношу деликатный хайлайтер. Он очень здорово шлифует кожу и приподнимает, подсвечивает объемы лица. Кистью пушистой для глаз я подсвечу внутренние уголки. Ну и можно расставить какие-то блики. Переходим к макияжу глаз. Он будет максимально у нас простой и быстрый. В качестве кремовой подложки я нанесла тень от Vivienne Sabo коллекция Artist номер 05. Серо-розовые очень красивые, а главное стойкие. Вы их можете нанести и растушевать прямо подушечками пальцев. Если у вас большой открытый глаз, то вы можете их ничем дальше не фиксировать. Они хорошо будут держаться в течение всего дня. И не наносите много тени. Чем больше нанесете, тем больше вероятность текстуру века подчеркнуть. Ну а если вы хотите добавить какое-то лоскость, сияние или зафиксировать тени, то очень крутая палетка, которую я недавно для себя открыла. Это KIKO. Она называется 101 Cool Spice. Очень классная подборка по цветам. Она такая вот как раз-таки розово-коричневая. Есть как матовые текстуры, так и с легким сатином, с легким блеском. И такие вот красивые, шиммерные, которые будут очень здорово блестеть на солнце и на веках. Можно нанести как пальчиками, так и кистью. Я взяла розовый оттенок и зафиксировала им, нанесла его на центр подвижного века. Следующий этап. Можно, в принципе, сразу перейти к нанесению туши. Но мне это непривычно. Я все-таки немножко люблю ресничный контур оттенять. И тут продукт, с которым справится даже ребенок. Это Shiseido. Называется Kayal Ink Artist в оттенке Tea House. Хорошим тем, что с одной стороны стойкий карандаш, который прекрасно тушуется. С другой стороны Popka Sponge Applicator. Да, это, конечно, не кисть. Но если ничего с под рукой нету, то этим тампончиком можно очень неплохо растушевать и сделать мягкую дымку. Кстати, этот карандаш можно наносить и по межъясничке, и по слизистой. И делать такую мягкую обводку глаза. Что я, собственно, и сделала. И появилась такая чуть больше интенсивность. Но если не хотите, то можете не затемнять. Дальше у нас Ultimate Lashes Mascara от бренда Romano Makeup. Просто хлопай ресницами и взлетай. И я люблю активные ресницы. Особенно, когда у меня легкий макияж. Ресницы выступают главным акцентом. Чтобы не утяжелить мои глаза, я использовала не черный оттенок, а браун. Такой темно-коричневый, шоколадный, очень аппетитный. Идеален для блондинок и когда вы не хотите слишком ярких ресниц. Я наношу прям в несколько слоев. Прокрашиваю хорошенько, прям от корешков. И небольшой совет. Эта тушь, она обычная, классическая. Не водо-не влагостойкая. Но она прекрасно держится и не осыпается, не отпечатывается в течение дня. Но если у вас есть нависание, если у вас любая тушь плывет, если жара, то, пожалуйста, используйте влагостойкие туши, те, которые снимаются трубочками. Также вы можете даже взять темный оттенок теней и пройти вдоль ресничного контура, если хотите растушевать и зафиксировать карандаш для большей стойкости. И завершаем наш макияж с соблазнительными губами. И за это отвечают у нас новые блески от Clorans. Точнее, блески не новые, но они вышли в обновленном дизайне и в шести новых оттенках. Если вы хотите просто придать блеска и глянцевости, то вы можете использовать полупрозрачные оттенки. Есть совсем прозрачные, есть с легкой пресековинкой, есть оттенок с легкой розовинкой. Вы можете выбрать более насыщенные оттенки, если хотите подчеркнуть яркость, цвет губ и немножко доработать их по форме. Такой носибельный красный, ягодный и оттенок черной смородины. Для этого макияжа я выбрала оттенок номер 25. Опять 25? Опять 25. Нанесла его на губы и мне очень нравится, что он не липкий, абсолютно не ощущается. Он мгновенно увлажняет и разглаживает губы, при этом дает такой красивый и благородный оттенок. Тут два вида перламутровых пигментов. Есть такие серебристо-белые, а есть розово-медно-золотистые. И сияние просто невероятно красивое. Увлажнение происходит за счет масла корритей, масла дикого манго. И мне нравится, что нет абсолютно липкости никакой. То есть я его не ощущаю. Один из немногих блесков, который я действительно могу носить комфортно в течение всего дня. А еще есть небольшой секретик. Вы можете использовать эти блески не только как блески, но и чтобы подсветить скулы. Для этого нанесите немножко продукта на тыльную сторону ладони. Разогрейте его и нанесите на наивысшую точку скулы такими притаптывающими аппликативными движениями. Этот эффект даст вам такой glow skin make-up. Немного влажный, потому что блеск не фиксируется. Но мне кажется очень интересный. Я люблю такие мультипродукты и всегда за интересные эксперименты. Когда макияж готов, вы можете пройтись пудрой по центральным частям лица, если хотите слегка абсорбировать лишний блеск. И обязательно нанесите опять же Fresh and Fix Spread Crystal Minerals уже поверх готового макияжа. Также легкой вуальной дымкой. И дайте ему возможность зафиксироваться. Как я уже говорила, тут нет спиртовых компонентов в составе. При этом он прекрасно фиксирует макияж и продлевает его стойкость. Такой, знаете, мастхэв для жительниц мегаполиса, особенно в жару, потому что он помогает не оставлять макияж и вот эти жирные отпечатки на экране телефона, при жарких объятиях и следов на одежде. Ну и еще тут очень такой тонкий аромат зеленого чая. Мне нравится. И мне очень нравится он тем, что подходит для любого типа кожи. Он ее не стягивает и отлично увлажняет в течение всего дня. Кстати, если вы работаете в офисе, можете его поставить где-то рядом с собой. И если ощущаете какой-то сухости, дискомфорт в течение дня, просто наносить поверх и кожу увлажнять. Вот такой простой и быстрый макияж у нас сегодня получился. Минимум продуктов и красивая сияющая кожа после. Свежая и отдохнувшая. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий в поддержку канала, потому что обратная связь от вас очень важна и очень сильно меня мотивирует и вдохновляет. И это просто необходимо для того, чтобы канал дальше рос и развивался. А я для вас приготовила кое-что очень интересное. Новая рубрика, которая называется Beauty ID, Beauty Identification. Это будет рубрика совместно с моими подписчиками, где я буду приглашать вас к себе в гости в студию и делать разбор вашего привычного макияжа и рассказывать о том, как можно его изменить. Чтобы стать участником этой рубрики, переходите в мой телеграм и заполняйте анкету. Всю информацию я обязательно там опубликую. Я думаю, что это вдохнет новую жизнь в наш канал и поможет нам с вами стать еще ближе. Как обычно, в конце видео победитель нашего конкурса и розыгрыш нового сертификата золотой яблокой на сумму 1000 рублей. Условия вы все знаете, а я говорю вам до встречи в новых видео. Будьте красивыми, будьте сногсшибательными и будьте всегда уверены в стойкости вашего макияжа и вашей красоте. До новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok